Хочу вас познакомить, уважаемые гости, с предметами из нашей экспозиции. Называется этот головной убор пикихелм. Это немецкий головной убор, немецкий шлем, такой кожаный. Он использовался в немецкой армии в 19 веке и в самом начале 20 века. Собственно говоря, вот это, как его можно перевести, это шлем с пикой. Очень узнаваемые, вообще достаточно такие же были и на вооружении русской императорской армии в середине 19 века. Очень похожие, но пошли они из Пруссии. Здесь вы можете видеть герб Пруссии. То есть, тогда это, дело все в том, что Германия в тот период времени, она стала только совсем недавно объединенной империей. После окончания франк-прусской войны была объявлена вот такая вот общая империя. Но там было очень много различных королевств, земель отдельных. И была Пруссия, значит, вот такое вот королевство Пруссия. И там, значит, все воинские части в Германской империи, они имели как сквозной номер, общий для всей армии, так и отдельные для своей собственной земли, своего собственного государства. Вот. И поэтому можно было встретить там, допустим, такие достаточно дикие сочетания. Да, там, 36-й, да, там, пехотный полк Вильгельма, там, 2-го, номер 45. Почему так? Так, то есть первая цифра – это порядковый номер земельного полка, а, соответственно, последний номер – это общий имперский номер, который использовался в общей армии. В австро-венгерской армии был еще более большой парадокс, но мы об этом не будем рассказывать. Собственно говоря, посмотрите, пожалуйста, как он устроен. Это, на самом деле, реконструкция, но, как правило, вот здесь, вот на зале Нейтули, был штамп, который был характерен, ну, там, для каждого воинского подразделения, для каждого полка. То есть таким образом маркировались шлемы, они были одинаковые, и чтобы их не перепутали солдаты. Важно отметить, что гербы тоже были разные, ну, вот это вот прусский герб, вот, с орлом, таким вот, в Российской империи он был двухглавый. Собственно говоря, здесь вот разные различные кокарды, тоже земельного цвета, ну, то есть каждая земля, каждый регион, в общем-то, они отличались. Это декоративный элемент, который, ну, подчеркивает, в XIX веке носили султаны, носили плюмажи из перьев, были каски из конского волоса. Вот этот элемент такой декоративный, который не несет никакой, скажем так, утилитарной функции. Но, затем в период... Вот он от чего вообще в теории мог защитить? Не от чего? Ну, как, это просто головной убор. А, это, ну, не военная... Его в первый период... Это, по-моему, не кожа декоративный? Да, он весь декоративный, да, он из кожи, он защищает от осадков, он... Ну, это просто обычный головной убор, там, как кепи, как какая-то там пилотка или еще там куча таких. Просто он такой своеобразный. Важно отметить, что их одевали в защитные чехлы, то есть был специальный брезентовый чехол, который сверху одевался на вот такой вот шлем, и он закрывал все латунные части, чтобы они не блестели на солнце. Вот, в дальнейшем, там была очень интересная эволюция, там появляется стальной шлем, то есть в период войны, то есть были фетровые, которые, ну, так как уже Германия попала в экономическую блокаду, то стали изготавливать предметы из различного материала. фетр, начиная с 15-го года стали изготавливать из стали вот такие каски, они получили название сталь, стальной пикихелм, вот, то есть все, вся конструкция была из железа. Это уже было защитное. Да, это уже было больше защитное вооружение, но от него очень быстро избавились, потому что, ну, тратилось очень много железа, и поэтому стали изготавливать вот... Такие каски...